С вами сегодня я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. Здравствуйте! Я нахожусь в Гатчине, под Санкт-Петербургом. Сегодня разговор с Евгением Климовым, мастером кинетического искусства. Клим Кинетик. Мастерская Клим Кинетик. Евгений, расскажите, что здесь происходит? Это диптих, вот эта работа. Шарманщик и дрессированный медведь у него. Медведь показывает кукольное представление. Ну, сейчас она немножко не в порядке работает. Собачка лапами шевелит, она как бежит в колесе. Петрушка медведь показывает, пугает Наполеончика драконом. Тяги оборваны сейчас. Тут отбиваются от него сабли. Фантастика! Это вы все сделали сами? Да, ну это работа небольшой команды под моим руководством. Я как этот играющий дирижер небольшого оркестра. Расскажите про механику. А это модели механических передач. Вот, наверное, самое интересное, наверное, и для школьников, и для тех, кто разбирается в механике или хочет разобраться. Видите, например, тут ось совмещена, потом ось начинает смещаться одна относительно другой, а движение все равно передается. Вот карданная передача. Это кулачковая, это карданная. Вот тоже мы смещаем оси и под разными углами можем ставить. Движение все равно передается. Вот это такая модель. Здесь у нас вращательное переходит в маятниковое движение. А если мы сместим, амплитуда увеличивается. Если мы еще немножко сместим этот бегунок, у нас заклинит эту передачу. А если мы еще сместим этот бегунок, то она начнет вращательное во вращательное переходит. Ну вот у меня, например, шарманщик, он крутит шарманку, и медведь с волком стучат молоточками. Там вот такой принцип, там внутри барабан вот такой. Когда шарманщик крутит шарманку, бегунок бегает туда-сюда, и вот они стучат. Как демонстрация просто такая. Здорово. В общем, ваш токарный станок помогает в реализации таких задумок. Ну, без токарного никак. Я считаю, что токарный станок – это вообще, как сказать, сердце механической мастерской. А к нему уже все остальное прилагается. То есть включается в какой-то момент мотор, он сразу приводит в движение и медведя, и козу, или на козу отдельный мотор? Нет, на козу отдельный. И он тоже как-то включается по программе? Да, да. Здесь вот в данном... Ну, раньше, когда не было этих микроконтроллеров, то я делал электромеханические такие устройства управления, а сейчас проще стало. И можно запрограммировать? Да, сейчас в основном все это за счет программирования. Фантастическое, друзья, микроконтроллеры в древнерусском, можно сказать, оживление скульптур. Ну да, вот это по мотивам Богородской резьбы вроде как делается работа, а это вот Городецкая резьба. Эта работа сделана по мотивам работ городецкого мастера Сергея Соколова. С его разрешения... Я хотел вместе с ним работу сделать, но он был занят, и с его разрешения я говорю, можно часть ваших образов использовать в этой работе? Он говорит, я буду только рад, если городецкая резьба появится на берегах не вы. А как вы все придумываете, все эти образы? Сажусь и придумываю. То есть моя задача поэтизировать товар или услугу, то есть создать метафору, создать художественный образ. Ну, моя задача как художника. То есть я себя на самом деле не мыслю там, как инженер, там, механик, то есть я художник, просто мои работы дополняются движением. То есть у меня само по себе движение, не самоцель. А концепт, скажем так, для чего вам это? Ну, вот оживление скульптуры, оно как-то несет за собой какой-то смысл, смысл вашей деятельности? Да, ну, как-то, как многое в жизни, оно происходит где-то случайно, а где-то, может быть, и не случайно. То есть, ну, кто-то бы мимо прошел, а я не прошел там. Я поначалу-то делал статичные достаточно вещи, я оформлял кафе, бары, рестораны, и не относился к этому как к роду искусства. Это просто был способ заработка в тяжелые годы, там, 90-е лохматы. Потом стал делать несложные какие-то интерактивные вещи. Увидел, что люди очень хорошо реагируют на них. Ну, вот как-то так и пошло. Мне стало самоинтересно это. То есть, ну, когда ты видишь отклик людей, ну, и благодаря тебе, там, дети зависают на этих, там, объектах, там, родителей туда тащат. Ну, как-то... Я подумал, что, ну, интересно вот этим заниматься. Есть какая-то энергия удивления, видимо. Да, да. Что-то есть такое. Да, собственно, вот это эскиз, да. Натуральную величину, то, что вы видите. Это чайник, а в нем внутри еще один чайник, да? Да, да, да. А там еще один чайник. Нет, он... Вот он дым пускает, дым, как тарелочки у него вылетают. Эти тарелочки потом собираются в облачка, где там крутились шестеренки. Вот эти, да? И потом из этих облаков выпадал конфетный дождь. А вот у этого паровозика тендер, там орешки, были всякие изюм. В топку как бы бросаются всякие ингредиенты, потом он дым пускает, в дыме, в облаках этих фабрика конфетная, и выпадали конфеты в виде дождя. А вагончики, которые шли дальше за паровозиком, они сделаны в виде зонтиков, которые не закрываются от этого дождя, а как вазочки такие подставляются под этот дождь конфетный. Оркестр сов. Играли на инструментах, потом пингвин бил в тарелки, они все останавливались, открывали глазки, замирали на какое-то время. Пингвин это вот. Да, да, да. Ну, а она все тут беспощадно изломано, не мной. Ага. И вот приехала. Ну, мы подставим видео, друзья, как она. Вот, друзья, мастерская, можно сказать, святая святых любого мастера. Ну, бардак тут. Это всегда. Вот я здесь сварю. Здесь токарный станок, вот фрезерный, два станочка сверлильные. Там вот болгарками работаю. И вот у вас даже, можно сказать, еще одна работа рождается. Ну, да. Это будет флюгер. Барабанщик очередной. Уже третий у меня на счету, наверное. Или четвертый, я не помню. Какие у него замечательные кудри. И прям видно питерские мастера. Вот этот у него пропеллер будет такой. Вот это будет, собственно, привод-движитель. Ветер. Не электрический, в данном случае, двигатель. Стихия ветер. Ну, в последнее время я вот больше даже увлекся флюгерами. То есть, они наоборот, в сторону упрощения. То есть, там нет ни электроники, никаких. Ни Ардуино, ни программирования. Там просто ветер есть и простые механические передачи, все. И может работать еще и на улице. Ну, они, собственно, для улицы, да, и разрабатываются. Ардуин-то она... Ну, когда вот у меня вот эта мастерская появилась, я переехал из Питера в Гатчину. То у меня небольшой вот ландшафт появился, огородик. И мне стало интересно. Я уже витринами-то 20 лет занимаюсь. Ну, вот нравится стало больше сейчас даже флюгерами заниматься темой такой ландшафтной. Ну, она такая, может быть, более простая, с одной стороны, с другой стороны. Более игровая, можно так. Озорная. Озорная. У вас же там не только барабанщики, там я видел вас, и гантели поднимаются. Да, да, да. Ну, вот у меня купили буквально две недели назад. Они сейчас стоят здесь в Гатчине на детской площадке. ТСЖ купил у меня мальчика и девочка на скакалке. А, они прыгают, девочка. Да, да, да. Я там вот ВКонтакте выложил, где они стоят уже во дворе большого дома. Как люди реагируют? Слушайте, очень хорошо. Вот на флюгеры вообще, да и на витрины тоже. Причем, на удивление, взрослые порой сильнее реагируют, чем дети. Но и детям всем нравится. То есть у меня идея здесь вот вокруг мастерской создать такой парк этих флюгеров, чтобы их тут было много, чтобы они тут вращались, крутились, что-нибудь тут делали. Энергия ветра зажигала сердца. Да, да, да. Ну, что-то в этом есть, когда вот в наш век мы все пытаемся усложнять, усложнять там все это, робототехника, какие-то манипуляторы. То есть соревноваться вот со всем этим совсем не хочется. И мне как раз нравится вот это вот. Тем более, что я переехал вот из огромного мегаполиса в такой небольшой город Ленового Стрель. Здесь какая-то спокойная атмосфера, вот эти ландшафты, парки. Мне все это нравится. А какая философия у всего этого? Вы переехали из мегаполиса в такое место, более уединенное, что ли, тихое, да? Ну, переезд был, собственно, связан с простой вещью, что мне надоело арендовать мастерские. Мне хотелось что-то свое. Ну, и в Питере это было нереально. То есть по деньгам даже какие-то убитые подвалы стоят совершенно неподъемных денег, в которых не хочется даже работать. Ну, вот выбор пал на область тогда, чтобы взять дом с землей под мастерскую. Тем более, переезд был довольно спешный, потому что, как всегда, мы работали в большом лофте, где нас уверяли, что вас здесь никто трогать не будет. Потом меняется хозяин этого лофта. Нам всем говорят, что через два месяца духу никого здесь не было. Потому что, типа, само нам никого пускать не будут. А у меня текущие заказы. Да, это все для ремесленников понятный стандартный. У меня эти мои станки и все, вот куда это все девать. В общем, надоело искать аренду. И вот решил уже с возрастом все-таки завестись чем-то своим. Переехал в Гатчину. Ну, выбор довольно был случайным. Я просто ограничен был и в своих средствах, и во времени. Ну, выбрал по некоторым... Выбрал и очень доволен переездом. Потому что суета этих огромных мегаполисов, скучность... Здесь как-то все самоштабно не было. Район вот этот называется Загвоздка. И он известен под таким именем уже больше полтысячи лет. По крайней мере, в письменных источниках в конце 15 века, упоминается. И у нас гвоздь по этому символу. А еще у Евгения замечательная деятельность, макетная. Но удивитесь, это делают дети. А Евгений учат. Ну, у нас мастер-классы проходят. То есть, на базе моей мастерской сейчас возник культурный центр Загвоздка еще. Загвоздка. Да. Так называется место здесь. И это вы делаете из картона? Ну, это из бумаги вначале делается. Вот эти фигурки животных. Архитектурные какие-то модели. А потом мы переходим, можно это реализовывать в металле, в пластике. И вот дальше можно и двигаться в сторону флюгеров. То есть, по сути, это вот такая подготовительная работа. Да, да, да. Чтобы сделать объект, во-первых, легкий, во-вторых, практически из одного листа. Как из плоского материала, из плоского листа мы делаем объем. Такие арт-объекты. Сейчас модно какие-то камины делать, вырезать такие мангалы. Не, ну я конкретно под флюгерную тему ориентирован на флюгеры. И этот проект, он даже и называется «Веселый ветер». Веселый ветер. Да, мы в конце, мы с детишками делаем, с подростками, с детьми, мы делаем какие-то несложные флюгеры. А вот как раз тот флюгер, который стоял у вас здесь. Да, да. Вот к Новому году мы хотим такой же сделать, только пирамидку, такую елочку. Фантастика. У нас есть такая же техника лепки из пласта. Мы часто из пласта, вот похожие фигуры делаем, раскатываем пласт глины и сворачиваем. Ну да, здесь лист бумаги или лист металла, или пластика. Ну что, друзья, великолепная экскурсия. Меня сильно потрясло кинетическое искусство здесь, в Гачине. Евгений Климов, заходите к нему на страницу внизу, ВКонтакте. Наверное, сайт у вас есть. Да, сайт есть. И заказывайте ветряки, скульптуры, витрины. У Евгения в коллекции тоже есть много керамики. А если вы хотите овладеть секретом керамического искусства, то вот здесь наши курсы. А тут путешествия по России и по мастерам. А с вами был я, Илья Калашников, и Евгений Климов из Клим Кинетик на волшебстве керамики. До скорых встреч! Продолжение следует...